Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Билышева. Болейте на здоровье. Матч Украина-Северная Ирландия. Прямое включение из Лиона. Парламентский фронт удалось ли отстоять снижение акциза на авто и лишат ли нардепа Онищенко неприкосновенности? Сыворотка правды или нюансы переаттестации? Кто и как будет проверять на соответствие свежую партию полицейских? Второй поединок сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Сегодня, а точнее прямо сейчас, наша команда сражается со сборной Северной Ирландии во французском Лионе. Счет пока 0-0. С нами на связи София Гордиенко. Она находится на стадионе Стаде-Люмьер. София, здравствуй. Расскажи о том, что происходит вокруг тебя сейчас, прямо сейчас. Какие прогнозы были у букмекеров? Какие ставки? И много ли украинцев приехало на этот матч? Да, Наталья, увы, циничные люди-букмекеры. К нам неблагосклонны. Надо сказать, что на победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1,75 на Украину. И на Северную Ирландию чуть ли не в три раза больше. Это 5,5. Это значит, что поставить 10 гривен на Украину в случае выигрыша получу 17 гривен 50 копеек. С Ирландией все выгоднее. 55 гривен можно выручить. Но, конечно же, морального удовольствия никакого. И вот надо сказать, что фаны, они руководствуются сердцем, не материальной выгодой. И, конечно же, они болеют каждый из-за своего. Сегодня Леон был просто переполнен людьми в зеленом, в основном. А также мы, конечно, нашли наших болельщиков. Их меньше, но они тоже есть. И пока одни разминались мячом, другие разминались пивом, конечно же. Украинцев очень много надежд на нашу сборную. Они, надо сказать, очень откровенные и смелые в своих мечтах. Мужчины намного смелее, чем женщины. Они истасковались уже по победам. Попрошу прямую речь. Коноплянку, то диво. И он сделает сегодня диво. Три раза, и он сделает диво. Два раза, дай Бог. 2-1 в пользу Ирландии. Я думаю, 2-0 будет. Мой прогноз 2-0. Матч будет тяжелый, но 2-0. Я надеюсь, что выиграет. 3-0 буду. 3-0. Убираю по Ирландии просто на шматочке. Кто кого, если не порвет, то хотя бы потреплет. Мы будем следить. И я остаюсь здесь, в Лионе. Наталья. Спасибо, София. Я с тобой не прощаюсь на сегодня. А сейчас давайте узнаем, как болеют за нашу сборную в столице, возле стадиона Олимпийский. Для всех желающих поддержать наших футболистов организована специальная фан-зона. С нами на связи Егор Логинов. Он тоже сейчас там болеет. Егор, как атмосфера? Сколько людей до площади? И кто обеспечивает безопасность этого всего? Добрый вечер, Наташа. Несмотря что это фан-зона, сегодня здесь тоже наблюдался определенный ажиотаж. Все сидячие места были заняты еще за час до начала матча. Сейчас, по нашим прикидкам, здесь около 2000 человек. Люди постоянно продолжают подходить. Безопасность игры на фан-зоне обеспечивают организаторы, а также полиция. Дежурит машина скорой помощи и пожарные. Все, кто заходит в фан-зону, проверяют при входе. Билет, кстати, стоит в фан-зону 30 гривен. На Тройской площади сейчас прошел дождь, который, тем не менее, абсолютно не остудил эмоции. Здесь они просто бушуют. Мы поговорили с болельщиками по ходу первого тайма. Выяснили, что они думают о игре сборной Украины и на что претендуют, на что надеются. Часто бывает такое, что 85 минут хорошего впечатления, и потом один момент решает. Поэтому будем надеяться только. Все в напряжении. Очень хочется, чтобы они играли в пас. Все свои ошибки, которые они с Германией все исправили, очень болеем за них. Надеемся, что мы выиграем. С каким счетом это не главное, но главное, что выиграем. Конечно, мы победим. Другого не дано, только победа. Я думаю, что Украина все равно сильнейшая. И в этом матче мы выиграем. Да, вот только что сборная Северной Ирландии забила ворота сборной Украины, но мы все равно продолжаем болеть, продолжаем надеяться на лучшее, продолжаем надеяться только на победу. Так что включимся еще в конце игры, чтобы уже подвести итоги. Наталья. Ой, спасибо, Егор. Только что мы видели прямо с вами в реальном времени, как зеленая часть трибун взвилась, поскольку северные ирландцы вкатили нам гол. Но это только пока, поэтому с Егором мы не прощаемся. Еще вернемся к этой теме с надеждой, конечно, на лучшее. Уже никто никуда не летит. Еще вчера в парламенте ходили слухи, что в четверг работы не будет. Большинство народных избранников сменят кресло в Верховной Раде на футбольные трибуны во Франции. Так где же болели нардепы и на что делали ставки? На голы или на законы? Екатерина Лысенко расскажет подробнее. Нардепы еще не успели дойти до зала, но все мысли о футболе. Мы поддерживаем сборную, пив Верховной Рады в Шарфах. Первым делом коллективное фото в поддержку сборной. Мол, только так и болеем. Все как один уверяют, на матч не полетят. Нет никаких 60 депутатов, которые летят на футбол. Есть много людей, которые планировали, но не поехали. Много людей не просто не сдали, а отмолвались. А еще и будет на следующем тижне черговый матч. Я думаю, что просто переносут свои вылетки. Но прежде чем голосовать, в стенах парламента говорили о качестве работы той же Рады. Как все улучшить, обсуждали с представителями Европарламента. Наша позиция, что парламент работает неэффективно, что рекомендации, которые были абсолютно правильные, четкие и позитивные, которые были разработаны комиссией, не внедряются. Практически исключаются оппозиционные фракции. Ключевой посыл от сегодняшней миссии – это создание комитета, который бы отрабатывал пути модернизации и имплементации их предложений. А пока говорили с европейскими гостями, все в тех же кулуарах появился руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры. Пришел просить парламентариев снять неприкосновенность с нартепа Анищенко. По дороге в антикоррупционную прокуратуру я решил сам заїхти, не чекать, не послать никого секретарів. Сейчас ждем регистрации, поставить входный штамп, и дальше все вопросы к парламенту и к народным выбранцам. Дуже хорошо, что пан Холодницкий пришел сам своим подданием. Наверное, это приятит покращение его имиджа в очах граждан. Но тут важная, как на меня, законная процедура. Закон, то есть регламент, визначает для нас в ориентовные сроки его расследования, и мы, я уверен, впорываемся в 20-дневный срок, введенный регламентом. Но нардепы еще подумают, лишат ли иммунитета своего коллегу. У нас не было возможности с ним ознакомиться, с этим подданием, поэтому мы не выяснили, что будем его поддерживать, или нет. Если в этом мы увидим политическое забавление, то оппозиционный блок не будет поддерживать поддание на скасование недоторганности, потому что мы считаем, что за два года коррупции, которая была при минулом уряде, найти одну людину, и именно народного депутата, который удивленно не входит в состав правильной коалиции, то это вызывает определенные сомнения уже от начала этого процесса. Это уже вопрос к действия НАБУ, которые получили достойное финансирование, которые уже набрали детективы, получили достойную зарплату, покупают панчохи и бронетранспортеры, но мы хотим почувствовать действия, количество прав, приведенных к суду по коррупционерам. А в зале тем временем, пока есть кому голосовать, решили принимать законы. Но уже утром пошли ультиматумы. Фронтовики пригрозили ничего не принимать, если зал не поддержит их закон о спецконфискации. Закон выключен распространяется. На деньги уже арестованы Януковича и его окружающие. В итоге зал фронтовиков не поддержал. Те в ответ перестали поддерживать любые инициативы, а без их голосов ничего и не принять. Правда, в одном случае этого благо. Нардепы не поддержали постановление об отмене голосования по закону о снижении акциза на поддержанные авто. И именно это позволяет документу заработать. Я ставлю подписку под законом, что до стимулирования развития рынка, вживанных транспортных засобей. Ну а вечером нардепы в сердцах сокрушались. Зря билеты на футбол сдавали. Зал не собрался, и спикер снова закрыл заседание досрочно, пожелав сборной победы. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Иван Ермыков, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер. Ситуацию вокруг Александра Онищенко прокомментировал сегодня генеральный прокурор. Юрий Луценко убежден, что доказательств против нардепа вполне достаточно. И уверен, что сможет убедить парламентариев лишить коллегу неприкосновенности. Однако, по словам главы ГПУ, сам нардеп уже не в Украине. В то же время, народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что по его информации, Онищенко находится в Монако. Сам Онищенко нескольким интернет-изданиям сообщил о том, что он в Киеве. Он очень занят и готовит документы в регламентный комитет, в которых представит свою позицию в отношении обвинений в коррупции. И сегодня же Юрий Луценко представил нового прокурора Львовской области. Юрия Квитковского перевели из Луганска, где он занимал должность заместителя областного прокурора. До этого он работал в органах МВД. Из первоочередных задач, которые стоят перед Квитковским, расследование трагедии на Грибовицкой свалке и проверка всех коммунальных предприятий города. Представляя нового львовского прокурора, глава ГПУ прокомментировал расследование пожара на полигоне и выразил свое мнение о действиях мэра Львова. После разговора со своими коллегами принял решение о создании общей исследования оперативной группы ГПУ, МВС, СБУ из числа работников центральных операций. Андрей Иванович должен заниматься мэрской деятельностью, а правоохранители должны проверить эффективность работы его подвесных. Тезу про то, что мэр не может отвечать за контроль над коммунальными предприятиями, я откидаю. Это невозможно. Коммунальные предприятия будут проверены, и мы поможем мэру установить эффективное управление коммунальным майном. Казнить нельзя помиловать. Ни запятая, ни точка в николаевских коррупционных скандалах еще не поставлено. Губернатор, который написал заявление об отставке, все еще остается на должности. Такая же ситуация с прокурором и главным полицейским области. Почему же после громкого заявления президента ничего не изменилось? Давайте узнаем у Кирилла Ющишина, он с нами на прямой связи. Кирилл, что происходит в Николаеве сейчас? Добрый вечер. После вчерашнего громкого заявления об отставке губернатора пикет Николаевской облгосадминистрации не прекратился. Общественники продолжают дежурить в палатках. Говорят, их требования выполнены только частично. Кроме губернатора и силовиков требуют увольнения ряда начальников департаментов и управлений. Еще остались две одиозные личности, уже на протяжении месяца требуемых отставки. Это следующий обл. здрав. отделом «Капуста» и руководитель областной службы соцзахарства «Северпляс». И мы требуем, чтобы они были отправлены в отставку, назначена проверка их работы. Остаются на своих должностях и руководитель Николаевского областного совета, председатель Виктория Москаленко и ее заместитель. По всей видимости, они сохранят свои кресла. Хотя Москаленко считают креатурой губернатора Мерикова. Вопрос об ее отставке не поднимался. Официально не уволены также пока сам губернатор, областной прокурор и начальник полиции. Президент вчера заявил, что глава администрации написал заявление, но указ пока не подписан. А силовиков должны уволить их руководителем. Начальника полиции – министр внутренних дел, а областного прокурора – генпрокурор. Юрий Луценко уже заявил, что ждет рапорт от своего подчиненного. Подобрать руководителя прокуратуры займет некоторый час. Думаю, что наступный недель Миколаев еще не будет мать ученика. Нового. Получается, на данный момент официально все оскандалившиеся руководители остаются на своих должностях. Ни губернатор Мериков, ни областной прокурор вместе с начальником полиции комментировать ситуацию не захотели. Все ждут, что же будет дальше. Вопросов два. Когда все-таки последует официальное увольнение и кого назначат на должности? Фамилии кандидатов пока никто не озвучивал в студии. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин о недоувольнениях в Николаеве. Каким будет продолжение николаевских протестов и каких кадровых решений ждать этому региону? Об этом мы спросили у политических экспертов. Давайте послушаем. Николаевская область – такое жирное место. Это порты, это зерно. И там, кстати говоря, и много иностранных фирм. И всегда было нестабильным регионом. Теперь должны сказать свое слово правоохранители. Для того, чтобы погасить скандальную ситуацию, перевести все коррупционные и другого рода обвинения в процедурное законное русло. Николаевская местная элита забронзовела. Она закуксировалася и играет по своим коррупционным правилам. Действительно, центральная влада должна втрутися и разъгнать это джерело коррупции. Облрада – это депутаты, они обраны населенным. Их изменять достаточно сложно. Хотя не нужно помнить, что Верховная Рада Украины всегда может, в любой момент может, назначить достроковые выборы в области и достроковые выборы в областную Раду. Просто взявши до уваги тот факт, что деятельность облрады, например, в край коррумпованную. В любой момент. Это инструмент есть. И еще одно Николаевское дело. Пять лет тюрьмы за взятку. Такой срок получил бывший прокурор заводского района этого города. Кроме этого, экс-правоохранитель лишился половины имущества и не сможет занимать должности в силовых структурах в течение трех лет. Взятку 10 тысяч гривен бывший прокурор требовал в прошлом году у подозреваемого в уголовном преступлении. За эти деньги он гарантировал, что внесет ходатайство не брать клиента под стражу, а назначить более мягкую меру пресечения. Во время передачи взятки бывшего прокурора задержали. Я немножечко отвлекусь. Только что София Гордиенко, которая находится в Лионе, сообщила, что в эти минуты буквально матч был приостановлен из-за погодных условий. Пошел огромный град. Но, насколько мне известно, прямо сейчас футболисты возвращаются на поле. И дальше про взятки. В Харькове за взятку задержали налоговика. Это один из руководителей областной фискальной службы. Он требовал побольше, чем его николаевский коллега. 150 тысяч гривен у местного бизнесмена. Деньги эти были гарантией того, что предприниматель сможет спокойно заниматься коммерческой деятельностью. 26 тысяч чиновник получил накануне. Сегодня он ожидал вторую часть. Но во время передачи оставшейся суммы и его задержали. Теперь ему грозит 10 лет с конфискацией и лишением права занимать определенные должности. Кстати, судя по фотографиям, чиновник не бедствовал. Дом в лесу, на полу в одной из комнат. Шкура белого убитого медведя. Эта человек на данный момент затримана, соответственно, до процессуального законодательства национального. Сейчас уже на шляху до Киева для сообщения о подозрении и решении вопроса о выбране запобежного захода. Очевидно, что это будет держать под вартою. На данный момент требуют следственные действия и проводятся обшуки его помешканья, которые довольно выражают уяву своей масштабностью и, ну, аж никак не притаманную государственным службовцам роскошью. Реакция на переаттестацию. В Днепропетровской области, наконец, созрели для проверки полицейских. Начали формировать антестационные комиссии, назначили даты. Но активисты не дремлют. Уже сейчас заявляют, что переаттестация не более чем фикция и настаивают на полиграфе. Почему? Выясняла Наталья Грищенко. Проходите. Александру 27. В уголовном розыске работает 3 года. Зарплата 4 тысячи. Его профиль – расследование дел о грабежах. Но кроме розыска преступников, оперативник теперь штудирует учебники. Готовится к переаттестации. Уверен, что пройдет. Знание и опыт есть. Скелета в шкафу нет. Если нечего скрывать человека, то какие там форматы чего боятся? Обычный дом, жена, все, родители. Сначала тесты, потом собеседование. Всех испытуемых делят на три категории. Первая – руководители ведомств и райотделов. Вторая – начальники среднего звена. И третья – рядовые полицейские. Всего 7 тысяч человек. Аттестационные комиссии сейчас формируют. Но уже на этой стадии активисты заподозрили неладное. В комиссии на оперативной ситуации очень много бывших милиционеров. Более чем уверен, что половина комиссии будет ненезависимой. Но больше всего нестыковок со списками испытуемых и их декларациями о доходах. Эту информацию управление полиции обещают предоставить перед началом переаттестации. Активисты уверены, затягивают специально, чтобы потом под шумок аттестовать нужных людей. Списки будут выдвинуты буквально за 15 минут до начала самой аттестации. И проверить за такое короткое время большое количество людей, что у них есть, какое имущество. Чтобы можно было посмотреть, что человек жил, скажет так, не честно, физически невозможно. В главке полиции обещают, в ближайшие дни информация появится на сайте. Список, это однозначно мы его выставим. И под каждой фамилией мы поставим декларацию. Это будет декларация за 15 и 14 год. Настораживает активистов и то, что утверждать состав аттестационных комиссий будет начальник областной полиции. А еще нюанс с проверкой на детекторе лжи. Камнем преткновения стал полиграф. Общественники настаивают, на нем нужно проверить каждого полицейского. В управлении отказываются, мол, слишком дорого. Активисты говорят, если за этим дело стало, сами соберут деньги. И уже готовы объявить сбор средств в соцсетях. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Подавдеевка. Сегодня утром от снайперской пули погиб украинский военный. Кроме этого, боевики продолжают использовать запрещенное вооружение. Они обстреливают украинские позиции из минометов и артиллерии. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Самыми горячими точками Авдеевского плацдарма остаются промзона и шахта Бутовка. Но неспокойно и на позициях вокруг. Увы, среди украинских военных есть потери. Было около 30 прилетов мин на нашу территорию. Сегодня утром был убит один боец от снайперской пули. Кроме снайперовой артиллерии, тут постоянно действуют диверсионные группы боевиков. Часто подбираясь к украинским позициям, открывают тревожащий огонь на истощение. А еще противник ведет активную информационную войну в масс-медиа и социальных сетях, рассказывают военные, пытаясь всячески напугать и деморализовать бойцов на передовой. Там танки, там приехали какие-то наемники, снайпера адские, с которыми вообще никто не справится. Если это все слушать и читать, то я не знаю даже, как жить дальше. Последний такой информ-вброс массированный танковый штурм Авдеевки, который должен был состояться вчера. Но военные говорят, такими сообщениями их уже не напугать. Руслан Смещук, Андрей Костюк и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Десять нелегалов задержали в Закарпатской области. Внимание на группу людей, голосующих на трассе Киевчоп, обратил сельский голова Абранки. На место выехали пограничники, полицейские, сотрудники СБУ. Нелегалов и их проводника, жителя Закарпатти, который уже попадал в поле зрения пограничников, задержали. Скорее всего, он формировал группу для переправки в страны Европейского Союза. Изнурительное ожидание скандала и попытки прорваться. На украинско-польской границе около тысячи машин застряли в очередях. Только на пункте пропуска Ягодин трафик растянулся на несколько километров. Сколько еще это продлится, выясняли наши корреспонденты. Пункт пропуска Ягодин на Волыне. Направление Польша. Машины по 5-10 часов в очереди. Поляки не принимают. Уже просто нет сил. Уже выяснены вообще. Автомобили с транзитными номерами больше всего. Нерастаможенные машины каждые пять дней должны выезжать за границу и возвращаться обратно. Чего 5-й день люди нам мусить притянать? Чего она может, чи не может, чи может ли нужно почти ехать? Едут туристы, студенты, бизнесмены и груженные товаром фуры. Их в очереди около 300. Украинские пограничники заявляют, очереди не по их вине. Машины оформляют буквально за несколько минут. Но им некуда ехать. Мост через Западный Бук, соединяющий два государства, заблокирован. Там застряли автомобили, которые официально уже выехали из Украины, но так и не въехали в Польшу. Рух транспортных засобов, зазначенных, повязан выключен с тем, как будут их забирать с умежной стороны. Польские таможенники официально снижение темпов работы объясняют усиленными мерами безопасности. На самом деле бастуют, требуют повышения зарплат и против сокращения таможенников. На пункте пропуска никаких условий. У водителей сдают нервы. Чтобы не допустить стычек, на ягодине ввели талоны с номерками. Реально мало кто пленюется и проезжается безумно нормально. Но наглецы все же есть. Таких штрафуют на 425 гривен прямо на месте. Еще несколько дней очереди точно будут, говорят украинские пограничники. Вот только на следующей неделе Сейм рассмотрит требования польских таможенников. Но прекратится ли после этого забастовка, неизвестно. Анна Демиденко, Александра Фетисова, Андрей Гнатюк. Подробности телеканал Интер, Волынская область. В Запорожье приехал госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паралин. В городе стартовала гуманитарная акция «Папа для Украины». В католических приходах Европы для пострадавших в зоне АТО собрали несколько миллионов евро. Распределять эти деньги будет специально созданный в Запорожье комитет. Госссекретарь Ватикана помолился за мир в Украине и от лица понтифика выразил солидарность с украинским народом. Такая инициатива Папы Франциско на уровне Европы с целью собрать гуманитарную помощь для переселенцев, для всех тех, кто пострадал в результате военного конфликта, очевидный знак любви, уважения и близости понтифика к этой земле. Верховная Рада просит Вселенского Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинской церкви. Такое решение поддержали сегодня 245 депутатов. Нардепы считают, что автокефалия необходима для целостности украинского народа. Оппозиционеры за это не голосовали. Они убеждены, что вмешательство власти в вопросы церкви, наоборот, усугубляет раскол Украины. Заявляют, что это решение Рада приняла с нарушениями регламента. Нам не было дано слова, никому не был роздан текст этого постановления. Никто не видел, за что голосует. Да, мы не против самой идеи автокефалии, но мы против нарушения законов церковных и церковных традиций. Депутаты-оппозиционеры готовят альтернативное обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею. Его текст уже появился на официальном сайте оппозиционного блока. Так что пока собирают подписи. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Холодный душ по горячей цене. Сколько теперь будем платить за кубометр? Жертва Брекзита. С чем связано кровавое убийство британского депутата? Вечером реформы, утром инвестиции. Премьер Владимир Гройсман, который сейчас с визитом в США, заявил о том, что переговоры с Международным валютным фондом о выделении очередного транша выходят на финишную прямую. На каких условиях Украина получит деньги? Все подробности расскажет наш Сапкор в США Тихон Дзитко. У Владимира Гройсмана в США насыщенный график. Больше 30 встреч за несколько дней. И вот вслед за словами о поддержке первая конкретика. Накануне у Гройсмана была, пожалуй, центральная встреча всего визита с вице-президентом Байденом. Он еще до начала встречи рассыпался в комплиментах первым успехам Гройсмана на посту премьера. А после разговора было объявлено, что США выделят Украине 220 миллионов долларов на проведение реформы. Речь, в частности, идет о демократических институтах и верховенстве права. И это, судя по всему, только начало. Сегодня мы будем говорить про взаимодействие с Министерством финансов Соединенных Штатов. Вы знаете, что Соединенные Штаты нечетавно подписали гарантию на выделение Украине 1 миллиарда долларов для макроэкономической стабильности. И я считаю, что с Министром торговли мы должны сегодня обговорить очень четкий план увеличения инвестиций в украинскую экономику с боку американского бизнеса. Реальных, объективных перешкод я не вижу. Но климат, что очень важно, климат для инвестиций должен быть изменен. Владимир Гройсман при этом признает, что не будет реформ, не будет инвестиций. А потому и разговоры на встречах в США в основном о реформах. Еще один важный вопрос. Судьба транша Международного валютного фонда, которого в Киеве с нетерпением ожидают последние полгода. Гройсман утверждает, что ждать осталось недолго. Сегодня после встречи с главами министерств торговли и финансов Гройсман отправляется в Нью-Йорк, где встретится с представителями деловых кругов и еврейских организаций США. Тихон Зитхой, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала «Интер». Обжигающая стоимость холодного душа вслед за электричеством, отоплением и горячей водой в Украине подорожала и холодная. Согласно постановлению НКРУ, тарифы вырастут от 5 до 50%. Это зависит от предприятия, которое предоставляет услуги по централизованному водоснабжению. Например, в Киеве кубометр холодной воды подорожал на треть. Владельцы частных домов заплатят за него 12 гривен, жители многоэтажек – 13 с копейками. В НКРУ повышение объясняют ростом тарифов на электроэнергию и зарплат сотрудников водоканалов. Проиндексировать регрессные выплаты требует оппозиционный блок и призывает парламентариев уже в ближайшее время принять соответствующий законопроект. Об этом речь идет в заявлении Политсилы. Я напомню, что около 80 шахтеров и металлургов-инвалидов потребовали пересчитать регрессные выплаты и пенсии, размеры которых не менялись 9 лет. Накануне они прорвались в здание Минсоцполитики и заняли коридоры двух этажей. И начали голодовку. 250 тысяч граждан Украины, которые отдали свое здоровье, работая на вредных и опасных производствах. Сегодня они недополучают следствие инфляции, недополучают индексацию, положенную им в рамках регрессных выплат. Если мы уйдем на две недели, не приняв закон 4015, эти люди, поставленные на грань выживания, уже рискуют своим жизнью и здоровьем. Ранее с протестующими встретился министр соцполитики. Он пообещал удовлетворить их требования, но не раньше, чем в сентябре, заявив, что судьба индексации в руках Верховной Рады. Сами шахтеры-регрессники решили вернуться домой, но ненадолго. А в Черновцах протестуют родные контрактников, и причина не в деньгах. Чем недовольны люди и до кого они пытались донести свою правду, расскажут наши корреспонденты. С самого утра возле областного военкомата пикет. Пришли родственники солдат-контрактников. Возмущены тем, что их родных не отпускают домой. Некоторые подписали контракты еще в 2011-м, на три года. Срок давно истек, а со службы их так и не уволили. Он пришел до начала АТО, уже три года он подписал контракт, а этот контракт уже два года закончился. Далее он не подписывал, и мы не знаем, когда его извольнят. Родители рассказывают, одних отправили в зону АТО, другие остаются в воинских частях. Но даже их не демобилизуют. Если кто-то желает дальше служить, ради Бога. Но люди, что вышли, как раз собирается научиться, семью створить. Успокоить людей вышел зам военного комиссара. Вот только ничего утешительного не сообщил. Пока президент не подпишет указ, контрактники будут нести службу. У нас особенный период начался с 18 березня 2014 года. А те, у кого контракты закончатся после 18 березня 2014 года, у них автоматически продолжаются. Пикетчиков такой ответ не удовлетворил. И они решили писать президенту и спикеру. Говорят, если их все же не услышат, поедут в Киев. Наталья Савченко, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Сегодня вечером боевики обстреляли пропускной пункт Марьенко. Тяжело ранены два человека. Сам пункт закрыт. Какая ситуация на других пунктах пропуска, узнаем у Александра Пантелеймонова. Это основная точка сообщения между Мариуполем и Донецком. Контрольно-пропускной пункт в Новотроицком ежедневно пересекают тысячи людей. Днем здесь, как правило, тихо, но ближе к вечеру начинаются настоящие бои. КПВВ функционирует до 20-го часа и ориентированно где-то с 18-го и с 19-го вечера. Они начинают провокационные действия с неподконтрольной территории, с стрелецкой оружием. И уже после закрытки КПВВ начинают работать тяжким оружием. Так было и прошлой ночью. Боевики со своей стороны накопили огромную очередь. Потом резко выпустили людей в нашем направлении. Дальше началась стрельба. Было чути до 2-х километров, до 1,5 тысячи метров работу крупнокалиберных кулеметов, прилеты гранатометов, разрывы. Местные говорят, обычно с нейтральной полосы люди все-таки успевают разъехаться до наступления ночи. Повезло и вчера. Вчера все уехали. Не было там такой ситуации. С нулевки всех выпускают. Кто стоит на нулевке, всех обратно. Все выпускают сюда. И туда тоже. Никого там на нулевке не было. Увага, смена. На 9 годы. 200 метров рух до бою. Первый пошел. Пошел. Прикрываем. Это учебная тревога. Смену готовят к ночному дежурству. Затем на команду к бою может поступить в любой момент. Ведь вражеские диверсанты подбираются совсем близко. Прекращение огня и провокаций с той стороны здесь пока ждать не приходится. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Киндратенко. Подробности. Телеканал Интер. ГПУ завершило досудебное следствие по делу о причастности четверых бойцов правого сектора к перестрелке в Мукачеве летом прошлого года. Установлено, что бойцы ДУКа совершили террористические акты с применением огнестрельного оружия, гранат и гранатометов. Сами подозреваемые и их адвокаты с материалами следствия знакомиться отказались. Это 38 томов уголовного дела, поэтому ГПУ обратилась в суд с просьбой ограничить срок ознакомления. И судьи дали время до 22 июня. Я напомню, что 11 июля минувшего года в Мукачеве после встречи представителей правого сектора с депутатом Михаилом Ланио произошло вооруженное столкновение с участием правоохранителей. Тогда один человек погиб, а ранения получили и гражданские, и силовики. Стрельба в британском Бирстале нападению подверглась депутат от Лейбористской партии. Джо Кокс скончалась в больнице от огнестрельных и ножевых ранений, несовместимых с жизнью. Джо Кокс, мать двоих детей, на следующей неделе и должно было исполниться 42 года. Подозреваемые сейчас под арестом. Все подробности этого нападения и то, что могло послужить причиной этой атаки, мы узнаем у Светланы Чернецкой. Это произошло среди бела дня прямо на улице. Депутат Джо Кокс выбежала за бутербродом перед тем, как начать общественный прием избирателей в своем округе при городе Лица. Внезапно на нее напал мужчина с ножом. По словам очевидцев, он ранил женщину. А когда сотрудник ближайшей химчистки попытался помешать нападавшему, тот вытащил пистолет. Джо получила две пули. Раненый человек, пытавшийся помочь. Некоторое время Кокс истекала кровью на тротуаре. В критическом состоянии автомобиль скорой доставил ее в госпиталь. Нападавшего 52-летнего мужчину задержали на месте. Его допрашивает полиция. 41-летняя Джо Кокс, новичок в парламенте. Ее избрали в прошлом году, но она заслужила уважение коллег и любовь избирателей. Кокс против выхода страны из ЕС. И не исключено, что именно это могло послужить причиной нападения. Свидетели утверждают, что нападавший кричал «Британия прежде всего». Это лозунг сторонников выхода из Евросоюза. Обе компании и коллеги Кокс, приверженцы Евросоюза и оппоненты, приняли решение приостановить сегодня агитацию из-за нападения. Джо не первый депутат, подвергшийся атаке из-за своей позиции. В 2010-м тоже лейборист Стивен Тимс получил два удара ножом за то, что голосовал в поддержку войны в Ираке. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». В Швейцарии не хочет вступать в Европейский союз. Британцы уже на пороге. Но выйдут ли? Еврочиновники призывают не принимать поспешных решений. Признают свои ошибки. Подробнее расскажет Вениамин Трубачев. Местные СМИ назвали это историческим решением. Верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за то, чтобы отозвать заявку на вступление в Евросоюз, которое было подано еще в далеком 1992 году. В марте Нижняя палата парламента большинством голосов также приняла решение, что стране не стоит присоединяться к ЕС. Таким образом, парламентарии поддержали большинство граждан. Напомню, на референдуме чуть более 50% швейцарцев также высказались против. Следующим отказником может быть Великобритания. Там референдум запланирован на 23 июня. Еврочиновники призывают британцев не покидать еврозону. Я бы посоветовал моим британским коллегам этого не делать. Если они решат выйти из Европейского Союза, то начнется период большой неопределенности, как на территории Европейского Союза, так и на глобальном уровне. У нас и так уже много кризисов. Помимо этого, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал откровенное заявление. Он признался, что Евросоюз за время своего существования допустил множество ошибок, пытаясь решить все проблемы одновременно. Теперь будет по-другому. Еврочиновники намерены принимать более взвешенные решения и обсуждать их со всеми странами региона. Поможет ли такая агитация и прислушаются ли к ней британцы? Большой вопрос. Последние социологические исследования показывают количество сторонников выхода Великобритании из ЕС хоть и ненамного, но выше, чем желающих остаться. Вениамин Трубачев и Владимир Самченко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Около двух с половиной тысяч человек сегодня в Париже почтили память офицера Жанна Батиста Сальвена и его жены Джессики Шнайдер, убитых приверженцем ИГИЛа. Собравшиеся были одеты в футболки с фотографиями погибших. Они пришли к дому офицера в Маньенвилле, где возложили цветы. Я напомню, вечером 13 июня от рук террориста погиб офицер французской полиции Сальвен и его супруга. Ответственность за это нападение взяло на себя исламское государство. По крайней мере, 400 человек были арестованы после грабежей и беспорядков в Венесуэле, где продолжается продуктовый кризис. Оппозиции и правозащитные организации сообщают по меньшей мере об одном погибшем и 25 раненых во время атак на магазины и рестораны в прибрежном городке Кутана. А по данным властей, в другом населенном пункте Лагунильясе погиб 17-летний парень. Я напомню, в последние недели по всей Венесуэле проходят акции протеста. Оппозиция обвиняет президента в ошибочной политике и призывает провести референдум, чтобы сместить нынешнего главу государства с должности. Как украинцы покоряют Голливуд и как продвинутая бабушка осваивала компьютерные технологии. Об этом и не только в нашем обзоре. Самый вежливый запрос в поисковик Гугла сделала бабушка из Великобритании. В строке поиска она напечатала фразу «Пожалуйста, переведите эти римские цифры. Спасибо». Заботливый внук опубликовал это в Твиттере и тысячи пользователей восхитились продвинутой бабулей. Даже сотрудники Гугла ответили ей «Настронул ваш запрос». И, кстати, цифры переводятся как «1998». Опасно припарковался. 79-летний пьяный водитель чуть не убил ребенка в мини-маркете. Жуткие кадры запечатлела камера наблюдения. Кажется, что мальчик получил сильнейший удар. Его мама в ужасе пыталась достать сына из-под капота. К счастью, рядом была медсестра, и ребенку оказали первую помощь. В итоге лишь синяки и ушибы. И суд для водителя. «Он не грабитель, а спаситель». Канадский мужчина выбил окно в припаркованном возле магазина автомобиле ради благого дела. Ведь внутри задыхалась собака. В 30-ти градусную жару на солнцепеке хозяева оставили пса, а сами ушли на шопинг. Животное могло умереть, констатировали позже ветеринары. Горе владельцев даже задержала полиция. Непогода в раю. На острове Бали высокие волны уносят в океан туристов. Погибли уже два человека. Наслаждаться пляжами и солнцем никак не выходит. Заливает все. Эти кадры сняты в пятизвездочном прибрежном отеле, где океан затопил практически всю территорию. И по прогнозам штормы продлятся еще несколько дней. Больше украинских генов в Голливуде. Черновчанка Мила Кунис ждет второго ребенка. С мужем Эштоном Катчером они уже воспитывают дочь. И теперь официально подтвердили, скоро появится второй малыш. Звездная пара всегда хотела большую семью. И ради детей даже готова пожертвовать актерской карьерой. Меньше сниматься и больше времени проводить дома. Обычная картина на итальянской улочке. Скрипач играет мелодию, туристы слушают. И тут неожиданно девочка начинает удивительно красиво танцевать в такт музыки. Балерина исполняет сложные па, импровизирует и удивляет прохожих. Интересно, что уговорил девочку станцевать ее отец, который за кадром говорит по-арабски. И снова допинговый скандал с участием российских спортсменов. Какое заявление прозвучало сегодня и как отреагировали на него в Москве? Данил Русаков знает все подробности и расскажет их нам. 736 тестов в общей сложности с февраля по май отказались сдавать российские спортсмены. Такие данные приводит Всемирное антидопинговое агентство. Там сообщили представители России под разными предлогами. Отказывались встречаться с проверяющими. Например, в качестве места жительства указывали закрытые города. Сотрудники лаборатории без специального пропуска туда попасть не могут, а получить его вообще вряд ли по силам. Кроме того, предполагают, что на самом деле адреса эти ложные. На страницах отчета упоминают и о нескольких случаях, когда спортсмены снимали соревнования накануне их проведения. Иногда даже пропускали старты, чтобы избежать допинг-тестов. Пресс-секретарь российского президента Песков в ответ на это сообщил, что документа ВАДа еще не видел и о чем вообще речь не знает. Тем временем уже завтра в ВАДе решат, стоит ли дисквалифицировать местных атлетов из-за допингового скандала. Российская спортивная общественность тем временем призывает допустить на соревнования тех, чьи пробы оказались чисты. И таким образом избежать дисквалификации всей сборной. Данила Русакова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. И вернемся к футбольному Евро. Троих российских болельщиков решением французского суда приговорили к лишению свободы. Осужденные получат от одного до двух лет тюрьмы за участие в беспорядках в Марселе в день матча Англия-Россия 11 июня. Я напомню, что тогда в результате столкновения футбольных ультрас в Марселе пострадали около 40 человек. Кроме этого, российские фаны напали на болельщиков английской сборной уже непосредственно на стадионе во время матча Англия-Россия. Ну и что ж, София Гордиенко из Леона сейчас прямо снова с нами на связи. Второй раз. Я и правда немножко волнуюсь, потому что, София, здравствуй еще раз. Мы уже знаем о новых цифрах на табло. 1-0 не в нашу пользу. Как реагирует наш сектор на это и что сейчас на поле происходит? Вы знаете, как говорят дикторы и местные, и украинские, что погода полностью соответствует настроению украинцев. Здесь просто прорвало небо и за несколько минут из-за этого пришлось остановить матч. И вот такое же тучное настроение и у нас, потому что было несколько попыток забить гол, но они не удались. Зато удалось забить гол северному ирландцу на 49-й минуте. И надо сказать, что его зовут Гаррет Маккули. Надо сказать, что, конечно же, ликует Северная Ирландия. У них не было до этого тоже никаких особых побед, а сейчас вот они, можно сказать, исправились. А нам? Нам, ну, не везет. Не везет так не везет. Конечно же, теперь множество надежд. Вот если будет сейчас дополнительное время, если что-то изменится, но не думай. Вот 90-я минута, и я слышу расчарованные крики здесь в фан-зоне. И были слышны возгласы ликования во время того, как забили гол северные ирландцы. Мы будем надеяться на лучшее. У нас еще остается вторник в Марселе с поляками. Наталья. Спасибо, София. Это была София Гордиенко из Леона. И все еще с нами на связи, Егор Логинов. Егор, тебе слово. Ну что ж, Наталья, конечно же, настроение упадническое. Все очень расстроены здесь в фан-зоне. Потому что игра в нашей сборной откровенно не клеится. И пока мы можем надеяться только на чудо. На то, что в оставшиеся несколько минут до конца матча мы сможем переломить ход матча и хотя бы сравнять счет. Но люди все равно не расходятся. Люди всегда верят в чудо, которое присутствует в футболе. Когда матч остановили на некоторое время из-за сильного града, тут многие шутили по поводу того, что вот здесь на Тройской площади шел дождь. А и вот град, который прошел в Леоне, может быть, это такие события, которые влияют друг на друга. Это как-то поможет нашей сборной. Пока не особо помогает, честно говоря. Но все равно продолжаем надеяться, продолжаем верить в нашу команду. Остаются считанные минуты. Надежда, как говорится, умирает последней. Наталья. Спасибо, Егор. Это был Егор Логинов из центра столицы, где фаны все еще остаются с чувством, с ожиданием чуда на хотя бы равный счет сборной Украины и Северной Ирландии. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok